Несколько костюмов на столе, увесистый манекен и вход в темное помещение, из которого вали дым. Пугает сам антураж. Нас встречает начальник пожарной части и с загадочной улыбкой предлагает для начала примерить обмундирование. Это и есть задание номер один. На секунду выдыхаю. А после демонстрации пытаюсь повторить. Чтобы сдать норматив на отлично, нужно надеть всю эту амуницию за 21 секунду. Для меня эта цифра, конечно, нереальная. Управиться бы хотя бы за 5 минут. Под шлем ником надевать не стала. Итого 2 минуты 13 секунд. В компании мужчин я оказалась не последняя, при том, что размер, мягко говоря, не подошел. Но радоваться было рано. Позже, окажется, я допустила большую ошибку, надев боевку прямо на свою куртку. А пока на свежем воздухе ничего не предвещает беды. Задача номер два – занять место в пожарной машине. Дверь закрывай. А, как? Как это сделать? Следующий пункт – работа с пожарным рукавом. Наполненный водой такой весит около 70 килограммов. Увеличиваем напор. Еще немного. Держишь нормально? Да. Держи, держи. Уже немного устали, но начальник Дмитрий Грошев сообщает – это была тренировка. Теперь настоящее задание – найти очаг возгорания в том самом темном и задымленном помещении. Выполнению норматива приступить. Бегу первый, в надежде, что нужно будет нести только фонарик. Нет, вы никогда не уходите, когда в проезд. Двигаться нужно только вместе, с так называемой сцепкой, чтобы никого не потерять. И также всем вместе следует нести пожарный рукав. Дальше – больше. С ним ползем по узкому туннелю. С моей комплекцией справляюсь быстро, но опять теряю команду. А че так долго, ребят? Слушайте, они, по-моему, застряли где-то. Мне можно выжимать уже все. Очаг найден, но и это не все. Ищем пострадавшего. Температура все выше, дыма больше. Может, наверху где-то, нет? Туда идти? А я здесь была уже, наверное. Здесь я была. Здесь я была. О, боже. Здесь уже я – слабое звено. 60-килограммовый манекен по имени Яша выносят коллеги-мужчины. Хорошо, что это не живой человек. С такой транспортировкой он не избежал бы переломов. Я была в квест-комнатах, но это самый сложный квест. И мокрый. Оценка новобранцам-журналистам удовлетворительна. И то с большой натяжкой. Но наш квест длился меньше часа. Как же работают пожарные? Супергерои – не иначе. Каждый пожарный проходит специальное обучение вначале. Потом он проходит практику в части. Он не подготовленный, не бросит в вагон сразу же. Коллекционное обязательное здоровье должно быть. Категория прохождения армии, прохождения внутренних экзаменов, чтобы допустили работу в аппаратах. Ну, максимум веса, который вы на себе носили. Он на площади сейчас машину таскал. Не видели? А, видели? Две с половиной тонны, да. Оказалось, это не просто игра, а специальная программа для подготовки дымозащитников. Раз в квартал спасателей проходит обучение в такой теплодымокамере. Школьников мы сюда не допускаем. Журналистов – это крайний редкий случай. Решили подозреваться, да? Нет, нет. Просто показать, опять же, специфику работы для того, чтобы обыватели знали, как пожарные работают на пожаре. Ну, в принципе, этот квест был предназначен для того, чтобы показать, как проводится подготовка пожарных. Подготовка пожарных, в первую очередь, газодымозащитников, тех бойцов, которые в дыму, в средствах индивидуальной защиты, в условиях низкой видимости, высокой температуры. Такие учения для журналистов огнеборцы устраивают ежегодно, чтобы они лично могли испытать, что такое гражданская оборона, а полученный опыт донести до зрителей. Для меня он тоже оказался полезным. Всё-таки это – уверенность в завтрашнем дне. Таисия Жакова, Артём Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.